здравствуйте это николай руденко и наконец само лакирование гитары шелаком лаком шелаком для этого нам понадобится так как технология палитурная нужна шелачная палитура достаточно разбавленная как и делать есть специальное видео тампонное вазеленовое масло чтобы тампон собственно говоря не прилипал к лаку такая смазка и первое действие это нанесение масла в первый раз не с него дня не особо обязательное действие я решил его специально как-то проакцентировать значит наносим масло в общем-то основной акцентом сделать на то что маслом и наносим не на дерево чистое она грунт который мы сделали в предыдущем видео серии предыдущая операция это было нанесение грунта то есть не нанесите масло себе на дерево вам потом придется вымывать из дерева можно конечно оставить будут такие масляные пятна если они кого-то не напрягают наносим и размазываем этого можно не делать как можно можно нанести масло по-другому просто начинаете наносить шелак дальше будет это и начинаете в него потихонечку добавлять масло в начале до тампон будет наполнен шелаком он будет нормально ложится вы будете так не сильно давить это потом уже от случае не сильно давить на деку и она как бы не будет прилипать а потом по мере на же заканчивания палитуры тампоне вы будете усиливать давление на тампон и вот тут и начнете какие-то круговые движения в этот момент он может начать прилипать и вот мы в этот момент масло нужно и вы начнете его постепенно добавлять и в конце концов у вас вся дека будет покрыта маслом следующий раз надо будет уже добавить намного меньше то есть вот эта операция это так для наглядности вот масло нанесено и собственно говоря шелачка наконец заправляем тампон он у нас не совсем сухой так как с грунтовки у нас что-то в нем осталось баночка у меня герметично закрывается спирт не не проходит у меня влажно вот добавляем шелаком и вот проверяю сколько вот так вот сжимают все это как тут мне сколько помню мне показалось мало надо еще то есть шелака нужно лить именно чтобы с тампона лилась но жадный тампон это будет долго будет покрывать то есть вот начали сжимать слегка вот он начал сжиматься тряпочка и вот палитура должна проступить сразу практически сразу при на при легком сжатии тампонный вот это нормально на нормальное наполнение и вот когда вот так вот начинаете водить ряд к ряду вас не лужи должна оставаться и такая но это как активная такой лаз как мне но не лужи и вот особенно вы когда вы сейчас начинаете делать перекрестна вот показатель того что у вас слишком много шелака вы начинается начинай сразу цеплять вот если вас не цепляет значит значит тампоном нормально наполняется это уже идет маслом поэтому но если тампон перелить в тампон перелить то вы почувствуете такое вот цепляние даже нас даже с маслом я думаю что если кто-то может переусердствовать можете даже что-то начать срывать смывать скажем так есть какие-то гитарные мастера которые жалей 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 лишь что вот как-то наполняет наполна наполняет тампон что эти покрывают покрывают а слой как-то вот не начинает увеличиваться на деке не умучить и рассказывала вот и вот я думаю что причина может возможно вот в этом то есть следующими слоями смывается предыдущий так ну вот уже пошли круговые движения в общем ты какой-то я уже говорил не какой-то схема особо нет будет какая-то если у вас очень четкая схема пока движение значит у вас будет какие-то пятна пятна активного покрытия пятна неактивного покрытия особенно если шелак у вас имеет какой-то тон классический шелак имеет такой тон конечно у меня здесь блонд который кстати потом перестал засыхать вот в этом месте вот под накладкой надо слишком сильно акцентировать давление если будете проводить вдоль накладки и в этот момент надавливать на тампон у вас там будет полоса вот в этом месте то есть так как собой не акцентируйте тогда у вас будет такой легкий там никуда от него не деться если специальные меры не предпринимать будет такой легкий ореол приятно не будет полосы потому что при нажатии на помню силы из его середины выделяется больше палитуры и полы а в углу сама не попадает с края будет а с краю а сразу ты ты полосы быть меньше и тогда вот и вас будет получается светлая полоса сразу в углу потом темная такой шелак полоса этом опять светлее она будет сильнее проявлять вот если не будете акцентировать будет такой легкий просто орел посветления были накладки но есть мастера что значит по-разному с этим решает этот вопрос есть маленький тампончик применяют такую просто тряпочку после каждого так вот заправки тампона специально берут и проводят это место либо кисточкой чем выбирайте сами ореол вам или решать будет этот вопрос с помощью кисточки или дополнительного прохода тампона вот точно так же и подставка естественно мешает работать здесь у нее нету ну вот если она есть то конечно избавиться от ореол очень тяжело рел обязательно будет скорее всего небольшой ваша целью фактически сделать небольшим а не убрать полностью если конечно же шелаке есть тон если в нем тона нет если он почти практически прозрачный туалет это решает программа рева в большей мере этот шелак блонд он тоже дает небольшой желтый отлив такой на потом она вот это вот сейчас бумажка белая у меня там закрыта подставка вот в конце если не забуду вы посмотрите тоже насколько она пожелтеет так ну вот смотрите первый 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 тампон после уже какой-то глянец появился мастер умеет шелачек есть глянец вот кому-то может уже достаточно зачем уже уже все хорошо если ваша гитара повисела после прохода то возможно на нее села какая-то пыль и можно и стереть то есть берем просто тампон ничего просто стоим его из баночки вот так вот просто проводим снимаю какую-то пыль потому что каждый раз закатывать эту пыль и каждый раз что-то там шкурить шкурить можно конечно через если несколько как час там два прошло то наверно можно какую-то микронка так пройтись по верхам если у вас особенно что-то попало так сильно видеть все это закатывать внутрь не нужно чтобы это немножко присматривать приментировать то можно так вот снять сухим тампоном снять пыль и вот теперь вот заправка ну в общем теперь все цикличность теперь уже теперь нам надо все время заправлять шелачить смотреть кино ничего такого нового не скажешь разве что какие-то вопросы по самому непосредственно движения на форуме меня спрашивали что делать чтобы когда ведешь тампон он не прилипал чеснока как-то трудно ответить потому что он меня особо не прилипает но наверное важным моментом при залипании тампона является что вы не должны останавливаться то есть постоянные какие-то движения если вы останавливаетесь то есть вы должны снимать тампон с деки то есть вот первые движения они как раз такого плана это специально сажусь так чтобы как-то был вам виден блик в блике и виден глаз ну что вообще-то я сажусь так чтобы он не был виден то есть я буду немножко не очень ровно вести вот видите хорошо видно вас как она как палитуры просыхают раз и просыхают вот вот это ваш критерий кладите как можно ровнее вот вот вам и момент что вы снимаете приземляетесь и поднимаетесь из деки плавненько ровно они они ставите там полную деку начинаете вести или останавливаете тампон на деке и поднимаете его то есть такие посадочки такие мягкие взлеты вот а если когда начинаются круговые движения то вы не останавливаетесь никаких мертвых точках точках это основанным критерий не опрокиньтесь еще это уже говорил где-то в каком-то виде не опрокиньтесь держите тампон таким образом не слишком высоко потому что если вы опрокинетесь то впадете ногтем деку и вот это вот отверстие звуковое это тоже небольшая засада можно туда случайно попасть и ударить ногтем куда-то там или в торец и где-то рядом розетку хорошо хоть на жесткой в общем это тоже небольшая проблема так по идее когда ведете даже круговые движения они должны сразу же пересекать свой путь возможно я тут это иногда делаю потому что не очень удобно держу гитару собственно говоря но следите за тем чтобы сразу не пересекать и дайте палитуре время просохнуть в принципе это конечно чувствуется тем что залипает или не залипает тампон но все равно вот делается движение и сразу не пересекается дорогу но учитель это постоянно мне об этом говорил считал это очень важным моментом но я какой-то такой сильный не вижу сразу такой проблемы если ты пересекаешь свой путь то есть наверно это зависит от концентрации и палитуры ну в общем по кругу по кругу если гитара повисела стираем слегка пыль я можно по-разному покрывать в том плане что можно заправил тампон прогнал новые и повесил да и какое-то время на повесел я думаю что можно 3 я заправлял три раза тампон то есть три раза заправляешь без перерыва и шелачишь и потом вешаешь на на час гитара на полчаса на общем это не очень сильно важно в конце концов надо дать шелаку просохнуть уже потом когда вы нанесете весь основной слой просто дать ему просохнуть а вот вот эти вот моменты на не так сильно важны вам важно просто не смывать жирным наполненным тампоном сразу же не смывать свои слои если вы будете вести таким тампоном то наверное можно на всю бутылку на за раз нанести это конечно я так честно говоря никогда не делал то есть там чувствуется уже начинает чувствуется что вы будете по такому очень слой такой становится такой липкий что ли какой-то немножко такой мягкий очень эластичный как-то так чувствуется это вот тем не менее я думаю что надо и можно очень много тампонов за раз выгнать практически это ограничено наверное не 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 каким-то количеством просто просто физически тяжело например сидеть там целый час например шелачить через час хочется отдохнуть уже через какое-то время нажим кстати я вот просмотрел видео и подумал что вот есть там какие-то техники там да вот это что типа вот эти мастера которая вот это делала гитара на колянках вот значит если вы эти мастера которые делаете гитары на станках тогда вот этот момент насколько сильно давить на деку вас как бы ограничено одной рукой а вот если когда держишь гитару таким образом как я держу то есть я регулирую и другой рукой то есть помимо того что я как бы давлю рукой на деку над гитару я и гитары давлю на руку то есть как бы такое встречное движение обоих рук мне кажется что так очень удобно дозировать само это движение само давление а давление но естественно я уже говорил самом начале это интенсивность шелачки то есть чем мокрее у вас тампун тем весь легче давить буквально так проносится на поверхность то и дальше уже по мере заканчивания может прям достаточно сильно так давить но и вот в этот момент чем сильнее вы давите тем вы можете как бы прилипнуть да к деке то есть как-то с опытом смотрите это у вас должно быть достаточно масла тампоне вы не должны делать какие-то крайних точек и с другой стороны вот это опрокидывание тоже если тампон у вас слишком высокие будете начнете давить опрокидывание этот момент опрокидывания усиливается видимо как то какая то что ли в управлении этом велосипедом не надо держать гриб ручку руля гриб слишком крепко сошу пальцы белели вот тут наверно то же самое то есть со временем какая-то скованность проходит и вы начинаете тампон лежать более-менее мягко и чувствовать когда что-то там происходит не так и останавливаться либо продолжать движение иногда бывает так вот как-то тампон действительно залипает и в этом момент как-то рука сразу чувствует и в сторону отводит сразу или вверх поднимает по такой по касательно не нет ни при не перпендикулярно вверх а так шаг слетаешь с поверхности с краю можно хорошо сорваться тоже то есть вот когда в талии вот так проходите вот так слетаешь с поверхности и ударяешь по деке ногтями вот если вы практикуете еще и игру на гитаре то соответственно на правой руке у вас должны быть какие-то когти и вот эта вот шелачка и игра на гитаре она несколько конфликтуют длинные ногти реально неудобно когда шелачишь крайней мере беда которая может произойти если вы ударите длинным большим ногтем это конечно можно пробить так что это в общем-то и не исправить без спецмер каких-то это очень лучше не говорить нет пока и не надо об этом говорить не зовите зло видео может быть немножко затянуто но я специально оставил все все тут я специально оставил полностью весь процесс то есть ничего не стал вырезать то есть естественно что он сокращен в том плане что смысле не будет всех заправок но вот как какое-то количество заправок полностью от начала до конца вот так я и шалачу это моя гитара то есть это не какая-то специальность без гитара какая-то это вот единственное могу только сказать что конечно же я не делаю тут джинсов вот так вот да все убрал в комнате там сел джинсов носочки когда-то такой уж такого конечно не кажется что таким тампоном как-то не очень хорошо будет покрывать подставку из-за ее жни сложности и формы но как-то знаете хорошо получается главное что это не за один раз надо делать а вот каждый раз буквально вот там пол причем это надо делать тогда когда там поможем почти сухой совсем немножко остается из-за того что тут мало маленькая очень площадь жирным тампоном естественно водить не нужно есть тампун практически сухой в самом конце по деке когда он уже весь истрачен и вот так вот подставки покрывая себя не знаете очень хорошо покрывается и так вопрос о том что кажется что когда там поможем совсем уже лаз такой бень идет лайк коротенькие и кажется что там уже ничего нет покрытия подставок показывает что на самом деле учет что там что-то все-таки что-то есть другая посадка можно сидеть и по-другому от мне даже кажется что так как-то удобнее как-то удобнее то есть когда гитара наоборот там есть мертвая зона особенно около отверстия звукового а здесь как-то лучше проходит еще момент кстати по поводу прохода мимо подставки смысл заключается в том чтобы у большого пальца там тампон где в том месте где вы проходите этот угол так вот там не тампун не должен быть слишком засмальцовым то есть старайтесь чтобы вот в том месте где он проходит только там он будет как бы свеженький такой там будет у вас на самом тампоне будет формироваться такое орел масло или или какого-то шелака не досугая пересохшего недосохшего и вот это место немножко отдалять и проходите мягко так как я уже говорил без особого сильного акцента но свежим тампоном в этом углу и вот так раз на раз аккуратненько все гитара хорошо фиксируется пяткой получается острой пяткой она упирается в ногу и там достаточно крепко держится иногда так крепко что нога болит потом после этого особенно если вы любитель затачивать пятку на остром этим краем так в ногу входит что потом уже вы как раз вот это вот уже и хочется уже отдохнуть от шелачки это будет ограничивать вашу спорту ну и потом кино может закончиться все таки мышь когда-то заканчивается кино закончилось надо сделать куда паузу потом вы научитесь только одним глазом смотреть на это самое на деку но в любом случае кино смотрите такой чтобы поменьше было экшена то есть побольше разговоров потому что все таки другим глазом придется посматривать на деку чтобы не слетать а если вы будете постоянно не смотреть на деку тогда у вас будет появляться скорее всего мертвые зоны будете обходить повороты что называется тяжелые и вас могут появиться какие-то области где вы не проходите вы будете бояться например проходить около талии или около звукового отрестия или около еще там где-то в каком-то месте непонятно кого-то у вас место будет вот и там будет появляться пятна либо темно для светлыми зависимости процессы часто в середине маленького овала вот проходишь по контуру проходишь вдоль подставки а посерединке такая беленько светлое пятнышко из 5 момента на весе иногда начинать по контуру иногда начинать с середины иногда начинать начинайте где-нибудь все время по разуму такой вот этот блонд шелак он конечно немножко расслабляет в плане равномерности вот если подкрашенный шелак то конечно высокая техника равномерности это с одной стороны а с другой стороны не надо вот прямо как-то вот себя прямо вот казнить да или гитару там уже вот прямо сошкребывать после того как и как вы покрыли каким-то затонированным шелаком и увидели что все-таки есть какая-то неравномерность честно говоря она даже как-то красиво выглядит то есть эти переливы видно что это нефабричная какая это работа ручная работа так что не надо вот прямо прям сильно старые гитары видно что они покрыты немножко неравномерно от этого не какой-то имеет даже свой шарм откликать Хороший вопрос. Сколько шелака, собственно говоря, нужно истратить для того, чтобы покрыть. Я вот когда делал вот это видео, я специально вроде хотел как-то все засечь, но из-за того, что все это растянулось на многие лета, то как-то вот эта информация несколько как-то утратилась. Где-то 100, наверное, миллилитров разведенной палитуры это вполне достаточно для деки. То есть это точно хватит, точно достаточно. Почему нет точно каких-то вот, ну, многие хотят вот этого точного. Почему их нет? Да, наверное, потому что любой слой как бы будет нормально. То есть и слишком тонкий слой будет вполне себе нормально работать. И, в общем, и толстый слой, соответственно, будет тоже нормально работать. То есть, между прочим, когда слой действительно толстый, то вы начинаете его видеть. То есть появляется отражение от, собственно говоря, поверхности древесины и поверхности самого лака. И появляется вот этот эффект толщины лака. И вот это хорошо видно, когда толстый слой. Но есть же мастера, которые считают, что толстый слой лака наносить не нужно. Он достаточно буквально чуть-чуть прикрыт дерево. То есть вот выбирайте себе, какой буквально вы сами видели, что буквально с первого тампона появился какой-то блеск. Он, естественно, пропадет, конечно же. Потому что дерево будет играть, и оно, конечно, испортит полировку. У нас не автомобиль, который сам по себе металлический, потом покрыт еще грунтом, потом основой какой-то там. Ну, в общем, вы сами знаете, там достаточно тяжелая техника правильной лакировки, где поверхность под лаком не должна играть, а у нас вот все как раз наоборот. То есть поверхность под лаком у нас как раз играет во всех смыслах этого слова. И, естественно, портит нашу блокировку. Чтобы от этого уйти, чтобы блокировка всегда была прекрасной, нужно покрывать гитару всего лишь какими-то автолаками. Но не все считают, что это правильно для музыкальных инструментов. Есть мнение, что супер тонкие слои даже очень крутого лака не вносят больших изменений в акустические способности гитары. Ну, я думаю, что с этим можно согласиться. Не забывайте, кстати, по контуру проходить. Ты бывает так делаешь, делаешь, делаешь так вот. А вот гитара по канту лысая. То есть это вполне себе можно вот так вот сделать. То есть покрыл, все покрыл, а по контуру только начал слегка заниматься полировкой. Там надо будет потом подровнять поверхность. И раз только делаешь первое движение наждачкой и высина. Если не сделаете себе такого. Есть еще видео с другой гитарой. Тоже параллельно я две гитары покрывал. И я прошу какие-то вопросы задать в комментариях, возможно, еще где-нибудь на форуме. Я озвучу практически такое же видео с другой гитарой и отвечу на эти вопросы. Сейчас мне как-то тяжело вспомнить, что еще вам нужно сказать. После нанесения основного слоя нужно дать ему просохнуть. Как минимум, хотя бы несколько дней, пару дней хотя бы. Там люди говорят, что надо неделями там ждать. Естественно, да, конечно, хорошо подождать две недели, наверное. Но, как минимум, хотя бы день-два. Надо прождать, прежде чем выровнять поверхность и приступить, собственно говоря, к полировке. Это будет в следующих видео. Мы будем выравнивать поверхность, которая сейчас такая ровненькая. А потом заметить через два дня, что у нас все-таки какие-то неровности появятся. Вот. Ну, на этом все. До свиданеца.